Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас в нашей творческой мастерской. И сегодня я покажу, как можно использовать ненужную рубашку. Если у вас в гардеробе есть рубашка, можно взять у ребенка, которому она мала, либо ваше ненужное, можно сделать из нее прекрасное летнее платье. Для этого нам потребуется кусок цветной материи, можно однотонного цвета, можно, чтобы она просто подходила по цветовой гамме. Главное, чтобы фактура была такая же, как и у нашей рубашки. И рубашечку теперь мы подготавливаем для верхней части нашего платья. Для этого нужно определиться с длиной платья. Я предпочитаю, чтобы верх был немножечко с завышенной талией. И для этого мы отмеряем снизу изделия нужное количество сантиметров. Возьмем 23 сантиметра, чтобы у нас кармашек красивый наш рубашечный остался. Отмеряем. 23 сантиметра. Как раз у нас захватится пуговка. И отрезаем. Таким образом, вверх платья шить уже не надо. Оно у нас готовое. Теперь обрабатываем нижнюю часть платья. Можно сделать платье с валаном, но мы используем одну часть. Для этого, если платье длинное, отмеряем лоскут побольше. У нас он средней длины. И теперь соединяем два края изделия. Если его нужно обработать, чтобы ткань не крошилась, то обрабатываем на верлоке. Прокладываем строчку. Делаем закрепки в начале и в конце. И отрезаем ненужную. У нас получилась вот такая деталь. И теперь нужно соединить ее с верхней частью. А для этого сделать сборку ровно по объему рубашки. Для этого мы устанавливаем максимально широкую строчку. Прокладываем от края на ширину лапки строчку. И потом, так как стежки большие, будем затягивать их. Итак, мы отстрачиваем по всей ширине изделия вверх. При этом закрепки делать не надо, потому что ниточка у нас будет затягиваться. Так. Отрезаем с небольшим запасом. У нас машинка даже сама уже сделала сборку, потому что ткань очень тонкая. Теперь мы должны примерить ее к верхней части. Убедимся, что она подходит идеально. И нам нужно обработать низ платья. Я еще раз повторюсь, можно пришить валан. Тогда платье будет более длинное, летящее. Можно обработать край кружевом. Мы просто подогнем, расправляем внутренний шов, прячем ниточки. И таким образом прокладываем строчку и ткань на нашем изделии будет обработана. Делаем закрепочку. Здесь уже закрепочку делать надо. И равномерно подгибая, обрабатываем край. Можно наметать, если боитесь, что подгиб будет неровный. Можно наколоть булавочками. Итак, мы завершаем строчку. Делаем закрепку. Убираем ненужные нити. И низ изделия у нас тоже готов. У таких платьиц я люблю пришивать по бокам пояски. Для того, чтобы можно было затянуть по талии. И оно красиво сядет на любую фигуру. Для этого мы берем такую же ткань. И нам нужно вырезать две полосы для поисков. Потому что мы будем пришивать их с обоих сторон. Ширина пояса может быть любой. Так, в данном случае у нас получится как раз поделить пополам. Это 7 сантиметров. Отмеряем. Длина пояса тоже выбирается по вашему вкусу. Соединяем намеченные точки. И вырезаем два поясочка. Делим ткань пополам. Так как у нас детская рубашечка и платье детское, то поясочки широкими делать не следует. Так, теперь мы выкроили поясочки. И каждый по очереди будем стачивать. Складываем их вдвое. Один край поясочка у нас будет закрытым. Делаем закрепочку на ширину лапки. Соединяем. Так, поворачиваем. И стачиваем по длине. Ровно соединяем два края. Отрезаем ненужную ниточку. Чтобы края у пояска были ровными, мы убираем лишнюю ткань, особенно на уголочках. И выворачиваем на лицевую сторону. Используем карандаш, ручку, либо любой острый предмет. У меня вот есть подходящая кисточка. И через открытый край мы выворачиваем. При этом красиво выправляем уголочки, чтобы они были острыми. Один поясочек у нас готов. Таким же образом мы шьем второй поясок. Так, практически все детали к платью у нас готовы. Теперь нужно соединить их между собой. Для этого мы для начала соединяем верхнюю и нижнюю части. Прикладываем друг к другу. Задний шов должен быть посередине, со спины. Так, так как рубашечки чаще всего у нас широкие, то мы это платье не заужаем, потому что оно подойдет на любую фигуру. Скалываем булавочками в нескольких местах, чтобы распределить складки равномерно. По бокам, хотя бы в четырех местах, нужно будет соединить по боковым швам сзади и спереди. И сострачиваем две детали между собой. Затем край, который у нас останется на талии, его нужно будет обработать на оверлоке, чтобы он не сыпался. Начинаем, советую начинать спереди, чтобы закрепить планочку. То есть у нас платье будет застегиваться только до талии. Можно сделать такое же платье и застежку до конца, до низа. Для этого мы на выкроенном отрезе ткани делаем такую же планочку, как на рубашке. Это более сложный вариант. Тоже будет очень красиво. Соединяем. Здесь уже у нас строчка обычная, не надо делать большие стежки. Здесь главное распределить равномерно складки. И делаем закрепочку. Обрабатываем край на оверлоке. И у нас получилось уже вот такое милое платье. Нам осталось приточать пояски к нашей заготовочке, чтобы его можно было на худенькую девочку затянуть по талии. Для этого можно либо распороть боковой шов, но у нас он двойной, он очень прочный. Мы уже трогать его не будем. Так что мы соединим сразу же на лицевой части. Прикладываем пояском сначала к центру. Закрепляем. Это нужно для того, чтобы шов пояса потом спрятать. С одной стороны по боковому шву. Можно двойной строчкой. Потому что поясочек у нас будет использоваться и затягиваться. И теперь поясок, можно даже не обрезая нитку, мы перекладываем к спинке и прокладываем еще одну строчку. при этом срез пояса прячется вовнутрь. Так, отрезаем не нужно на нить. Точно так же мы притачиваем и второй троисок. Можно оставить рукава длинными, такие как они были на рубашке. Можно убрать рукава совсем и будет платье с коротким рукавом. Но у этого варианта мне очень хочется сделать рукава фонарик, чтобы оно было более такое летнее, девчачье. И для этого рукава я хочу отрезать. Отмеряем нужное количество сантиметров. Ну, примерно у меня 20. Возьму побольше, потому что в рукав фонарик нужно будет ставить еще резиночку. Нужен будет запас. Поэтому отрезаем оба рукава. Они нам не нужны. И так же второй рукав. Отрезаем снизу, потому что здесь крой рукава неровный. По 17 сантиметров убираем. Так, рукав у нас становится прямым. Эта часть нам не нужна. И чтобы сделать рукав фонарик, нужно оставить место для резиночки. Делаем подгиб. Оставляем вход, через который мы потом будем с помощью булавочки вдевать резинку. И прокладываем строчку по всей ширине рукавчика. Можно даже и не вдевать резинку, можно оставить просто подгиб. Но здесь уже, опять же, от вашей фантазии зависит и от модели, которую вы хотите получить. Один рукавчик и точно так же второй. Подгиб должен быть немаленьким, для того, чтобы резинка могла свободно в него войти. Оставляем отверстие, делаем закрепочки. Нужно измерить ширину руки в этом месте с помощью сантиметра и отрезать нужную длину резиночки. Мы возьмем примерно на глаз обычная белая бельевая резинка. Я думаю, что вот столько будет достаточно. Это у нас 20 сантиметров. Отрезаем две части. С помощью булавочки мы вдеваем в рукавчик через оставленное отверстие. И с помощью резинки будет сборочка. Соединяем между собой два кончика резинки. Распределяем. Убираем и застрачиваем. Отверстие можно застрочить, можно оставить, если оно совсем небольшое, оно не будет бросаться в глаза. Резинку можно регулировать, потянуть или ослабить. Вот. У нас получился вот такой рукавчик-фонарик. Можно оставить обычный рукав, можно сделать фонариком. Таким образом, наше платье из рубашечки готово. Оно получилось вот такое летнее, веселое. Таким же способом можно делать не только детские, но и взрослые платья. Так что не выкидывайте старые вещи, фантазируйтесь и оставайтесь с нами. Увидимся в творческой мастерской на ОТВ.